В Пентагоне сообщили, какие именно 18 патрульных катеров отправят в Украину в рамках новой военной помощи на 450 миллионов долларов, которая будет предоставляться из запасов Минобороны США. В этот список входят два 35-футовых речных судна Small Unit Riverinecraft, 10 34-футовых патрульных катеров типа Sea-Ark Dontless и 6 40-футовых морских боевых патрульных катеров. В основном они предназначены для защиты речных путей, чтобы Украина могла сохранить контроль над ними. Эти катера также можно использовать в прибрежных районах, сказал высокопоставленный чиновник из Минобороны США во время брифинга в Пентагоне 24 июня. 12-метровые SURC от компании Safeboats являются стандартными катерами морской пехоты и ВМС США, используемыми на реках. Катер может развивать скорость от 0 до 25 узлов за 15 секунд, а максимальная его скорость составляет 40 узлов. Обычно он оснащен двойными 6-цилиндровыми дизельными двигателями Янмар мощностью 440 л.с. Судно имеет радиус действия 250 морских миль. Катера имеют три точки для установки вооружения, пулеметов калибра 7,62 или 12,7, либо 40-мм автоматических гранатометов Mark 19. Sea-Ark Dontless — это 10-метровый алюминиевый катер производства US Watercraft. Он имеет ширину 3,7 метра, осадку чуть менее 1 метра, и может перевозить до 7 тонн. Эти лодки очень часто используются для защиты портовых районов, где базируются корабли ВМС. Что касается 40-футовых боевых патрульных катеров, то Пентагон не уточняет, какие именно катера отправятся в Украину. Украина остро нуждается в подобных катерах для защиты внутренних водных путей, ведь, как известно, сейчас создается Днепровская речная флотилия ВМС Украины, первый дивизион который был создан в марте, и уже заступил на службу. Основу катерного состава новосформированного дивизиона составляют мобилизованные и переоборудованные рыболовные и прогулочные суда и катера. Украина закупила противотанковые гранатометы РГВ-90 Матадор непосредственно у компании-производителя. Речь идет о 2900 единицах вооружения. Подчеркивается, что Украина за свой счет закупила партию вооружения непосредственно у немецкого производителя. Оружие уже доставили в Украину. Гранатометы РГВ-90 Матадор производит компания Динамит Нобел Дефенс, расположенная в земле Северный Рейн, Вестфалия. Отмечается, что в марте Киев закупил 5100 таких гранатометов. Таким образом, в целом Украина получила уже 8000 единиц такого вооружения. То, что поставки оружия произошли, означает, что сделка была одобрена правительством Германии. Вместе с тем, в Министерстве экономики ФРГ не прокомментировали такой контракт. РГВ-90HH – это противотанковый фугасный или бронебойно-фугасный боеприпас, способный пробивать броню более 500 мм. Дальность использования – от 20 до 500 метров. РГВ-90HH – это тандемный боеприпас, способный пробивать броню более 700 мм на расстоянии до 600 метров. РГВ-90ЛРМП – это осколочный противопехотный боеприпас, снаряженный вольфрамовыми шариками. С площадью поражения 45 на 30 метров. РГВ-90АСМ – это боеприпас для разрушения сооружений, способный образовать отверстие в железобетонной стене, достаточное для прохождения человека. Матадор является одним из самых легких 90-мм гранатометов. Его вес около 8 кг. Может безопасно применяться из помещения площадью менее 15 квадратных метров. На этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о закупке для Украины систем противовоздушной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщает CNN. Отмечается, что президент Джо Байден недавно заявил, что США продолжат поставлять в Украину более совершенные ракетные системы и боеприпасы. Источник CNN сообщил, что на этой неделе Белый дом также сообщит о дополнительных поставках военной помощи в ответ на запросы украинской стороны. В частности, новый пакет военной помощи будет включать дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары. Украинские чиновники ранее также попросили передать современные системы противовоздушной обороны НАСАМС. Напомним, еще в апреле, в зенитных ракетных войсках Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявили, что стремятся заменить устаревший ЗРК Бук-М1 советского производства на новейший НАСАМС. Такие намерения были озвучены в виде обращений на официальной странице командования Воздушных сил в соцсетях. А в конце марта, президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы НАСАМС и противокорабельные ракеты Гарпун. Системы НАСАМС производят консорциум американской корпорации RATIAN Technologies и норвежской группы CONSBOK. В состав комплекса входят пусковые установки, радиолокационные станции RATIAN A&M PQ-64 F1 Sentinel от консорциума RATIAN и CONSBOK. RATIAN отвечает за поставки своих ракет для этой системы, а CONSBOK поставляет пусковые установки. Каждая передвижная пусковая установка имеет 6 контейнеров с зенитными ракетами. ЗРК НАСАМС находится на вооружении 12 стран. Дальность стрельбы зенитной системы в конфигурации НАСАМС-2 с использованием ракеты ЯМ-120С МРАМ составляет до 25 километров, а досягаемость по высоте – до 15 километров. Спасибо за просмотр. Слава Украине!